Доллары и евро впервые за 20 лет сравняли свои значения. Эксперты связывают это с несколькими факторами. Во-первых, пандемия сильнее ударила по еврозоне, чем по США. Во-вторых, сейчас в Европе приходится искать альтернативные источники газа и нефти. Они несут потери, и это сказывается на курсе. При этом на россиянах такие перемены, уверены эксперты, почти не скажутся. В стране практически нет европейских товаров массового потребления, но не скажутся они, если, конечно, вы не хранили сбережения в евро. Здесь же стоит упомянуть и про банкоматы. Американским аппаратам не нашли замены. Российских аналогов просто не хватает, чтобы заменить все банкоматы в нашей стране. Поэтому их сменят китайские и корейские машины. Так что не пугайтесь, услышав «нихао» от банкомата где-нибудь в пятерочке. Автодилеры начали отказывать клиентам в сложном гарантийном ремонте из-за отсутствия запчастей и компенсации от производителей. Например, концерн General Motors, это Chevrolet и Cadillac, закрыл представительство в России, и владельцы авто остались без гарантий. Да и поставки оригинальных комплектующих на иномарке тоже сейчас под угрозой. Уже сейчас дилеры согласовывают с клиентами аналоги запчастей для ремонта. И на этом фоне россияне стали чаще покупать автомобили, выставленные на торги из-за банкротства владельцев. Спрос на них вырос почти в два раза. Производитель конструкторов Lego прекращает работу с российскими партнерами. Минпромторг уже внес игрушки бренда в список для параллельного импорта. Но продавать их под старой вывеской в таком случае будет нельзя, говорят юристы. Новость, конечно, грустная, особенно для коллекционеров. Но, видимо, наступать на маленькие разноцветные детальки голыми ногами мы будем реже. А вот косметическая компания Lush, известная своими бомбочками для ванны, параллельный путь для импорта так и не нашла и теперь навсегда покинет Россию. Благо, что наши коробочки с содой никуда не денутся. Так что бомбочку за 500 рублей для ванны можно сделать и за 100 рублей у себя дома. Blu-ray и DVD снова становятся популярными. Продажи проигрывателей Blu-ray выросли на 500 процентов. CD и DVD в два раза. Это связано с уходом из России западных кинокомпаний и стримингов в результате санкций. Эксперты говорят, диски и проигрыватели все равно не отключить, и они будут работать при любых санкциях. Так что, если вы не избавились от болванок в пахучих коробочках, время их доставать. Тем более, что сейчас на DVD стали выпускать не только фильмы, но и популярные на YouTube-шоу. Ну и к хорошим новостям. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, бизнес Красноярска продолжает радовать нас новыми проектами. Создатели ресторанов La Familia и Tirol открыли на Красноярском море баню. Именно в море, потому что комплекс установлен прямо на воде и добираются до него на катере. Получается два удовольствия в одном. А вот из бани выпрыгнуть можно сразу в воду. И чем не релакс? И закончу не цитатой, а статистикой. За полгода 2022-го россияне потратили больше 3,5 миллиардов рублей на антидепрессанты. Это почти на 90% больше, чем в прошлом году. Так что берегите нервы. Они нам нынче дорого обходятся. На этом сегодня все новости про деньги.